здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад как правило на первое число каждого месяца я провожу обзоры в своем саду и так уже между прочим несколько лет сегодня 1 мая чем вас поздравляю потому что мир труд май день всех трудящихся многие из вас выехали на дачи открыли дачный сезон ну и мы уже давно открыли правда погода нас не радует весь апрель месяц но было уж очень-очень холодно несколько денечков солнечных теплых и все на этом каждое утро очень даже большие заморозки сегодня было минус 7 градусов минус 5 минус 3 ну то есть такие достаточно экстремальные условия как я называю сегодня вот начинаю отсюда свой репортаж не один год начинаю показывать свой сад зоны перед домом саду сейчас грустно скучно даже можно сказать не уютно и ждем конечно тепла чтобы все это на резко изменилось чего и вам желаю дорогие друзья в этом году конечно на 1 мая показывать ну вообще ничего природа ну никак не просыпается даже нет зеленой травы вот такой в этом году 1 мая и многие растения еще даже не вышли из земли я по этому поводу прямо переживаю ну и так первый участок сада вот почечки чуть-чуть наклюнулись усилений у чубушника на заднем плане ну даже нет знаете легкой дымки зеленого а так хочется елка еще не прибрана надо хоть сегодня дать задание кому-нибудь чтобы сняли эти новогодние игрушки но они такие знаете не блестящие поэтому вчера шел снег и поэтому эти белые игрушки но в общем то в тему некоторые просто изменения в саду вот на этой грядке видите тюльпаны взошли здесь был огромный огромный сугроб может поэтому они зашли быстро на других моих миксбордерах тюльпаны не всходят я по этому поводу уже не драка не однократно переживала но вот только-только начинается кое-где всхожесть может быть они и проснуться ну какие здесь новинки в саду вот я заказала две такие стеллы или обелиска с птичками посмотрите птички вот заказала их в комплекции чтобы они вернее хорошо смотрели с другими моими подставками под фукси и питуньи делал один и тот же мастер сделано очень добротно очень качественно то есть они такие знаете не шутовые как я говорю потому что вот роза например казино вот здесь слева роза казино желтыми цветами цветет она уже будет достаточно высокая она подросла здесь еще маленькие розы плетистые поэтому они наверное еще так не заполнит этот обелиск будем наблюдать надоели эти пластмасски постоянно за лето их ветром сносит ну в общем то вот здесь будут такие монументальные теперь у меня подставочки ну пойдем дальше да еще дорогие друзья вот так выглядит тюльпанов кашпо которые тоже не могут никак зацвести хотя давным-давно вот сюда выставила и от дома идет тепло ну вот такая вот такой холод не способствует тому чтобы я любовалась этими кашпо рано ну вот бутончики вот-вот вот такие бутончики но здесь очень хорошо цвела пушкини кстати мне писали писали о том что это плохо вы сделали на самом деле отлично получилось она вот отцвел дарит и теперь вот листья заполняют и и уже будет не видно ну и хорошо у некоторых очень красивые листья тюльпанов вот такие расписные вот такие в полосочку я показывал ну в общем ждем цветения чтобы хотя бы уже насладиться какими-то цветовыми пятнами продолжается работа у нас здесь по детской площадке об этом всем как мы делаем есть на канале луди свет но очень борисович добротно все делает вот видите машина которая все это трамбовала и сейчас будет здесь газон но газон искусственный и я то почему вам показываю про это на этом канале не рассказываю но вот эта зона которую никогда не было видно из-за будки собаки очень хорошо сейчас открылась посмотрите как она замечательно видно стало ну там еще приборочку мы сделаем еще даже туда честно говоря руки не дошли может быть даже что-то еще посажу но стало видно и туя и можжевельники и кусты у меня так что вот приборка основная такая в саду сделано вот этот газон лежит ну работы конечно весенние ведутся это и у уборка всех миксбордеров старую листву собираю что-то подрезаю пересаживаю еще очень много посадок не сделано и пересадок потому что изменения в саду будет роза открыла по этому поводу был ролик как я открываю розы что делаю первую сделал санитарную обрезку и обработку вот сейчас пойдет уже вторая обработка и будет видео как я розы сажаю просят просто об этом и и вторая обработка роз почечки наклюнулись но сегодня минус 7 мне прям жалко эти почечки вот здесь вот тоже ведь только-только приборочку сделано и кое-кто начинает отрастать честно говоря даже еще не все пионы показались и земли хотя без пионы зимуют всегда очень хорошо ну и есть такое не знаю там поверье или какая-то такая информация о том что очень холодную зиму пионы отлично цветут ну вот не знаю посмотрим как это будет выглядеть гортензии здесь у меня 10 гортензий метельчатых в общем сложный миксбордер гортензии обрезаны тоже есть как я режу почему и зачем на сколько почек все это есть на моем канале ну и вот центральный миксбордов такой прямо нищенький сейчас пионы вот кое-где вылезают вот смотрите вот тут вот тут а здесь например даже раскапываю несколько штук просто вообще нет ну и тюльпаны вот только-только и нарциссы у некоторых цветут а у нас еще вот здесь например нарциссы вообще не вышли они столько-только из земли вылезает это я хожу и прям я уже знаю где они у меня должны быть вот видите какие тюльпаны прям копаю думаю господи где же у меня все вот пионы вообще не всходят совершенно тому же старые кусты пионов ну то есть это не молодые посадки и вот такая история ведь какие нарцисс посмотрите называется найди нарцисс ну то есть от такого холода ничего не растет с газоном проведены первые работы если это можно пока еще назвать газоном посмотрите травы вообще нету ну здесь сделали скарификацию новым скарификатором который вырвал всю старую траву отличная вещь ребята это просто прелесть о том где мы купили что мы купили тоже есть на канале лоди свет что это такое скарификатор и он же и прокалыватель газона то есть аэратор ну кроме того борисыч благо в отпуске взял вилы специальные вилы газонные вилы ему подарили но действительно сказал работать загляденье и сделал весь газон сделал проколы ну вот сейчас наверное видно посмотрите вот он все все прошел вдоль и поперек в общем то два дня работал качель вынесли сейчас будем вешать и вот такая история гортензия крупнолистная бесконечное лето у меня была она в таком хорошем укрытии ну конечно почки есть перезимовали но сейчас каждый вечер ведь я даже не снимаю дуги я ее накрываю ну минус 7 какая гортензия выдержит крупнолистная да никакая хвойные перезимовали не все хорошо то есть тот кто был под укрытием сейчас тихонечко поверну камеру тот кто был под укрытием вот там все великолепно вот эту елочку я накрыла поздновато и она чуть-чуть прихвачена но это даже не беда коники вообще такие елки которые быстро сгорают и вот этот казацкий можжевельник прямо он меня раздражает несколько лет было все хорошо в этом году но у многих погорели хвойные даже под укрытием непонятно солнце активная земля проморожена еще в некоторых местах дорогие друзья земля даже не оттаяла вот это да потому что ну где посевернее прямо вечную мерзлота не лопата не идет не палку и оттуда не вытащить в общем ужас так что все это конечно отойдет хвойные в этом году обратите внимание болезнь что ты пошла черные листики можно сказать утуй да и черный именно я уже об этом объясняла обработка сада весной и показывала что это такое сейчас буду делать уже вторую обработку вот тут тоже газончик куст кустики мои которые я сажала в прошлом году это спирея японская золотистая пока у нее такие красненькие вот видите какие веточки но потом она будет такая золотисто-оранжевая хорошо стрижется хочу чтобы здесь были кругленькие кустики и эта зона будет изменена в этом году здесь постамента с фуксиями не буду ставить надоело мне а вот здесь вот будет пять новых стоек для фуксий мне кажется что очень интересный проект стойки сейчас делаются чаши были сделаны сейчас это все идет ножки делаются и потом не знаю будем смотреть может быть немножко подольем чтобы они стояли нашими ветрами насмерть стояли что называется не падали в общем здесь будут фуксии то и вот эти я не завязываю потому что здесь только ранее ранее солнце вот сейчас пол девятого утра я вам снимаю солнечный день в огороде в огороде еще огромное множество работ и там как в народе говорят кони еще не валялся то есть ничего даже еще пока не прибираю ну потому что даже вот настроение нет такой холод выходите что-то делать работаю в теплице в светелке потому что там тепло вот и все кстати говоря ту и тэдзи которые я пересадила да вот здесь они будут расти под сливами в кроне слив они были все закутаны и вот они выглядят пока хорошо вот это вот было совсем плохенько ну вот она это она обрастется посмотрите здесь еще не вычислены газоны грядки только с клубника немножко поработала и все вот такая история нету ни травы никаких цветочков первоцветов ну то есть крокуса еще чуть-чуть и все горка перезимовала хорошо можжевельники кроме одного перезимовали хорошо у меня на горке изменения вот такое купила фонарик в японском стиле но мне понравился именно сюда и хотела можжевельник ой эти верески 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 не так сказала верески обрезала вот это эрика она будет свести весной видите она на бутончиках но еще тоже не распускается вообще сухо надо здесь их полить так что-то слетела ну потому что такие ветры такие холодные ветры вчера было даже не хотелось вообще выходить из дома вот эти я все обрезала вот смотрите по обрезала вот эти старые цветочки потому что они сейчас начнут по новой отрастать барбарисики все перезимовали слава богу ну в общем кроме плохого рода дендрона можно сказать что барбариса все перезимовали хорошо вообще все растения здесь вот в этом году сейчас будет выкопано отсюда цветок это балерина герань и будет посажен тоже маленький кустарничек вот сюда не буду 2 этот красный богатель это барбарис а сюда не помню название но маленький желтенький вы тоже будут такие извинения еще пока даже почему-то не хватает времени и сил для того чтобы это все сажать ну вот видите моя ива вообще не прижилась у меня и терзали смутные сомнения когда я ее высаживала осенью потому что мне не понравилась корневая система и вверх ну это уже потом когда из кашпо я вытащила и в этом году на ярмарке я сказала данному продавцу сказал так у них такая плохая корневая система и есть и ну конечно отнекался но мне жалко сие произведение выбрасывать я вокруг нее посажу новое растение базе ла который выращиваю рассады ну такой вьющийся посмотрим что будет просто так для интереса ну и что и на этом давайте посмотрим еще вот только только вытаскиваю игрушки до клематисы вот эта серафина многие мне пишут про нее четвертый или пятый год в саду ни разу не цвела что я только с ней не делала вот куда-то в этом году потерялась бумажка можно также там зарыта самое странное что на этикетке написано что она 3 группы обрезки хотя в интернете да и вы мне все пишите что второй я ее обрезала коротко я ее оставляла плети но пока толку не было вот в этом году видите оставила плети достаточно большие но больше тут метра сложила но все было под укрытием и вот посмотрите она как великолепно сохранилась то есть на этих плетьях прямо идет идет в рост великолепно не знаю что будет если не зацветет в этом году точно выкину вот все остальные клематисы чувствуют себя отлично все перезимовали аиста в этом году пока не знаем куда пристроить потому что помните я вам говорила в первом обзоре сада что вот эта зона вот эта вся будет переделана и мне сейчас предстоит огромная работа по выкопки всех здесь цветов и кустарников мне самое жалкое это вот этот боярышник жду все цветение и мне кажется что он в этом году должен зацвести ну вот самое то обидно что уж он точно мешает он вот такой вот красавец посмотрите махровый красный боярышник а куда его посадить ума не приложу и вот это гортензия которую я хочу сделать на штабе вот это все надо пересадить вот здесь все везде видите еще даже почему не убираюсь сейчас буду жду когда почищу и буду отсюда пересаживать все хосты да кстати говоря из всех комментариев что здесь будет одна моя подписчица угадала со стопроцентной попаданием стопроцентным почему-то многие решили что здесь будет фонтан дорогие друзья ну до фонтанов как-то в моем саду еще не дошла у меня не воображение не силу не силы мои да и желание здесь будет не фонтан но будет очень-очень интересная зона и это будет где-то но начало уже скоро потом закончится в июне то здесь вот еще не знаем как все это будет сделаны дорожку надо благоустроить чем опять работы много рда дендра самый мой в этом году самому такая обида много лет в саду ну в общем не перезимовал не вынесу такие морозные зимы хотя был полностью засыпан и хвоей пролит ну естественно его не укутывала только закрывала от солнца но минус 35 он никак не выжил я конечно вот по обрезала все что могла мне показалось что здесь на я дарились почечки вот смотрите может быть он еще живет потому что вот смотрите мне кажется что здесь вот почки ну такие ростовые понятно что не цветочные хоть бы выжил у людмилы турбановой коренева я ее очень хорошо знаю и вы мне все многие писали тоже там есть некоторые выпады и она говорила о том что рододендрон очень живучее растение поэтому но он должен отойти я его сейчас и поливала и подкормила уже жидком виде в общем проливала прям с марта месяца ну может быть отойдет я надеюсь во всяком случае жалко терять кустарник который много лет рос который еще и дорогой чтобы его купить здесь тоже вот уже начинают просыпаться пионы настенька твоя своя закваска вот твой пиончик вот она мне присылала огромный куст прислала пиона вот он какой живчик уже пошел чего не скажешь о некоторых моих вот здесь вот вообще ничего нет вот прям раскапывала здесь вроде как пошли представьте пионы только пошли они обычно торчат как и тюльпаны только снег сходит и тюльпаны только только выпихиваются ну и здесь розы я вам показывала как я их обрезала здесь парковые плетистые и клематисы все на почках все хорошо спасибо вам всем за внимание обзор сегодня некрасивый не сочный не яркий но такова у нас природа и такова у нас погода всего всем доброго и самое главное крепкого здоровья